Это кадры горящего парома «Конра Трейдер», пришвартованного в порту Кавказ в Краснодарском крае, недалеко от переправы в аннексированный Крым. На борту парома было 30 цистерн с топливом. ВСУ атаковали его предположительно с помощью ракеты «Нептун». В результате повреждений судно затонуло. Сообщается, что 17 человек с парома удалось спасти. Через день после украинской атаки российский порт Кавказ, через который происходит снабжение Крыма, оставался для паромов закрытым. Между тем, нефтебаза в Пролетарске Ростовской области, пожар на которой не могут потушить с 18 августа, снова подверглась атаке БПЛА, пишет телеграм-канал «База». А эти кадры опубликовали украинские военные. Они утверждают, что нанесли удар по российскому опорному пункту в Курской области. Для атаки по российской базе использовались высокоточные американские бомбы, сообщил командующий украинских ВВС Николай Олещук. Вот уже третью неделю продолжается наступление ВСУ в Курской области. В то же время российская армия не ослабляет наступление в Донецкой области. Есть несколько военных целей, которые преследовала Украина. И это, вероятно, не столько создание буферной зоны, сколько, что более важно, отвлечение российских сил от Донбасса, где украинские войска находятся в критической ситуации. А что касается буферной зоны, то для предотвращения потенциальных российских атак на Сумскую область, о которых мы слышали два месяца назад, Украине нужно будет контролировать больше территории. По крайней мере, Коренево, Льгов и Рыльск, которые Украина сейчас не контролирует. Или, может быть, город Курск. А до этого еще слишком далеко. Хотя российской армии не удается остановить продвижение ВСУ вглубь российской территории, Министерство обороны в Москве решило не перебрасывать войска с линии фронта в Донбассе в Курскую область. Об этом сообщает агентство «Блумберг», ссылаясь на близкий Кремлю источник. Россия не попала в эту ловушку, по крайней мере, пока. И не перебросила в Курск войска из районов вокруг таких населенных пунктов в Донбассе, как, например, Часов-Яр, Торецк, Покровск. И поэтому сейчас возникла эта проблема в Донбассе, где украинские войска плохо вооружены и недоукомплектованы. Они эвакуируют население из Покровска, а россияне продвигаются дальше. Нью-Йорк, судя по всему, уже пал. Торецк, вероятно, будет следующим. Россияне уже вошли туда. И это все важные логистические узлы для украинских войск. А значит, есть вероятность, что пока наиболее оснащенные и обученные подразделения ВСУ завязли в Курске, россияне могут захватить эти города и разрушить оборону на фронте к югу от Покровска. Однако, по данным Американского института изучения войны, некоторое число российских военнослужащих все же было переброшено с юга и востока Украины в Курскую область. Но их части не находились на передовой. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что для возвращения подконтрольных украинским силам населенных пунктов в Курской области потребуется от 40 до 50 тысяч российских военнослужащих. По данным источника Блумберг, Кремль намерен задействовать в этой операции солдат срочной службы.